Всем привет! Игры не стоят на месте и развиваются во всех направлениях. Любовным отношениям стали уделять больше внимания. Персонажи обрели историю и характер, а благодаря современной графике стало возможно читать эмоции по их лицам. В этом видео я расскажу про 15 лучших, по нашему мнению, игр, в которых можно крутить романы с неигровыми персонажами. А начну я с Кэтрин. Это японский хоррор-экшен, рассчитанный на взрослую аудиторию. Здесь мы в роли главного героя будем выбирать одну из влюбленных в него девушек. При этом выбор возлюбленной влияет на то, какую концовку, хорошую или плохую, мы получим в конечном итоге. Главный герой, 32-летний мужчина, боится ответственности и мечется между красавицами. Основным местом действия в игре станут уровни кошмара, где придется карабкаться по блокам, решать трудные головоломки и избегать смертельных ловушек. Несмотря на свой глуповатый тон, история не такая уж и бестолковая. Серия Mass Effect. Во всех частях этого ролевого боевика нам дана возможность заводить любовные романы. Причем вступать в романтическое отношение можно с несколькими персонажами, которые являются как спутниками главного героя, так и случайными представителями иных рас. К примеру, в третьей части игры Шепард мог завести амурные дела с ТВ-ведущей, которая проводила репортажи с борта Нормандии. Правда, настоящий любовный роман может быть лишь с товарищем по оружию. В спин-оффе Mass Effect Andromeda романтика работает так же, как и в предыдущих играх серии. В общей сложности здесь есть 10 персонажей, с которыми мы можем закрутить романтические отношения. Это и спутники, и члены нашего экипажа, и отдельные NPC, расположенные на других локациях. Kingdom Come Deliverance. В этой реалистичной RPG, действия которой разворачиваются в средневековой Европе, так же не обошлось без возможности закрутить пару романов. Причем здесь мы сможем развивать отношения одновременно с несколькими девицами. Всего в мире игры есть несколько девушек, с которыми главный герой может завязать романтические отношения. Однако, как и в реальной жизни, добиться их расположения будет весьма непросто. Одно неосторожное слово или неверное действие, и все пропало. The Elder Scrolls V. Skyrim. В пятой части легендарной серии, которая прославилась необычной свободой действий и решений, тоже не обошлось без возможности крутить романы. Более того, здесь даже можно вступить в брак. Правда, для этого нужно обзавестись дополнением. В нем разработчики открыли социальную функцию игры. Есть возможность построить и обустроить свое поместье, а когда с этим справитесь, получите возможность заключать брак и даже заводить детей. Подходящих персонажей, с которыми можно завязать романтические отношения, в Skyrim довольно много, и они отличаются по возрасту, расе, социальному статусу, полу и другим признакам. Так что подобрать себе достойную виртуальную половинку здесь вполне реально. А если хочешь не просто крутить романы с NPC, а попробовать завоевать реальную девушку в игре, то вливайся в бесплатную игру про Россию, NextRP. Это ролевая онлайн игра в жанре приключенческого боевика, где мы в роли обычного жителя будем подниматься из самых низов среди таких же игроков из стран СНГ, в большом открытом мире, созданном на основе реальных городов России с режимом ролеплей. В игре много разностороннего контента. Здесь воссозданы почти все госструктуры, от полиции до мэрии. И есть возможность создать или вступить в клан, став бандитом, участвуя в войнах кланов и ходя на разборки. Можно найти подружку, жениться на ней и жить вместе. Причем необходимо будет максимально отыгрывать выбранную роль. Еще порадует покупка недвижимости, огромный выбор самых разных машин с возможностью их тюнинга, а также сюжетная линия. Ну а разработчики постоянно пилят новый контент и устраивают разные ивенты. Так что скачивай игру по ссылке в описании и стань самым крутым пацаном на сервере. Серия The Witcher. Геральт из Ривии не только самый знаменитый убийца-чудовище, но еще и знатный ловелас, который знает толк в романтике. В каждой части у него было много партнерш. И если в первой части после покорения очередной девушки Ведьмак получал лишь коллекционные карточки, то начиная со второй части карточки были заменены кат-сценами. Причем Геральт абсолютно неразборчив к социальному положению дам, с которыми он крутит романы. Ему даже не обязательно, чтобы девушка была человеком. Подойдет и эльфийка, и королева вампиров, и владычица озера, и даже демон. Но в основном это лишь одноразовый порыв. Хотя есть возможность завести и более серьезные романтические отношения. Например, в третьей части нам предстоит сделать выбор между двумя главными романтическими линиями. Волшебницами Янифер и Трис. Можно, конечно, погнаться сразу за двумя зайцами, а в перерывах добиться и других девушек. Но все будет иметь свои последствия. My Time at Potia. Не совсем обычный симулятор жизни в ярком сказочном мире, где нам доступно множество всяких занятий и развлечений. В том числе здесь можно начать встречаться с кем-нибудь из понравившихся персонажей. Впоследствии вступить в брак и завести детей с выбранной половинкой. Помимо этого, можно и просто развивать отношения с различными NPC. При достаточно высоком уровне отношений с одним или несколькими персонажами открываются новые возможности и социальные взаимодействия. Gritfall оказалась довольно хорошей игрой. И большая часть популярности, которую она получила с момента выпуска, заключается в том, что она каким-то образом возвращается к ролевым играм предыдущего десятилетия, таким как Dragon Age. Одним из составляющих игры является возможность заводить романтические отношения с нашими спутниками. Развитие отношений представлено в классическом виде. Выполняем личный квест спутника и повышаем с ним репутацию. Когда репутация достигнет предела, получаем романтическую сцену. Фишка в том, что даже после получения романтических отношений с одним персонажем, мы все равно сможем развивать романтические отношения с другими членами отряда. Серия The Sims Каждая игра этого популярного симулятора реальной жизни во многом сосредоточена на отношениях. Игровой процесс здесь, наверное, знаком всем. Мы создаем своего персонажа Сима или целую семью персонажей и управляем ими. Симам необходимо ходить на работу, обставлять свой дом, развивать отношения с соседями и знакомыми. В зависимости от пожеланий и степени испорченности, можно создавать самые разнообразные ситуации. Воссоздать как трогательную влюбленность подростков, так и создать похотливого охотника на женские юбки. Серия Dragon Age Любовные романы являются неотъемлемой частью в фэнтези-играх данной серии. Имеется возможность начать амурные отношения при появлении достаточного уровня расположения к персонажам. И до некоторого времени можно иметь сразу несколько партнеров. Перейти на новый уровень романтических отношений можно после того, как выполнишь личное задание спутников. Если интерес к ним утрачен, то может произойти расставание и переключение внимания на иных партнеров. А в Dragon Age Inquisition стало возможным заключать браки. Да и в целом, романтические отношения стали гораздо сложнее. В зависимости от выбранных тобой политических взглядов, морали и культуры, одни будут согласны с тобой завязать отношения, а другие наоборот, даже разговаривать не станут. Cyberpunk 2077 В суровом мире киберпанка любовь значит не так много. С большей частью персонажей у нас будут лишь мимолетные связи, но некоторые из них станут нашими спутниками, с которыми можно построить длительные отношения. Причем романы здесь представляют собой не просто смесь катсцен и любовных диалогов, а настоящие сюжетные линии, в ходе которых у игрока появится возможность выполнить несколько дополнительных заданий. Однако, чтобы завоевать сердце спутника жизни, придется думать головой, выбирая те или иные варианты в диалогах. Persona 5 Пятая часть популярной JRPG, сюжет которой сосредоточен вокруг различных жизненных трудностей, социальных рамок и проблем общества. Франшиза всегда хорошо справлялась с романтикой, даже в играх без социальных отсылок. В пятой части мы сможем общаться только с персонажами, с которыми у нас есть социальная связь. Строить любовную линию может быть довольно сложно, но она дает некоторые бонусы. Здесь мы сможем вступать в отношения более чем с одним персонажем, но это не рекомендуется, поскольку это может привести к дополнительным неприятным последствиям. Assassin's Creed Odyssey и Valhalla Во время игры в Одиссею ты встретишь немало персонажей, с которыми можно флиртовать и завязывать романтические отношения. Проблема в том, что в отличие от таких игр, как Mass Effect или Dragon Age, здесь нельзя создать серьезных и продолжительных отношений. Но зато можно крутить любовные романы со множеством персонажей. С Valhalla же дела обстоят несколько иначе. Самым главным отличием новой части от предыдущей Одиссеи является то, что если вы состоите с кем-то в отношениях, то не сможете закрутить роман с другим персонажем. По крайней мере, пока не расстанетесь с предыдущей пассией. А закрутить роман здесь можно со многими NPC. В Fallout 4 более десятка компаньонов. И практически со всеми мы сможем крутить романы. При этом единственное ограничение. Искра между главным героем и компаньоном зажжется только в том случае, если последний является человеком. Но добиться их расположения будет непросто. Придется выполнять личные квесты, изучать определенные перки и вести себя подобающе. Стоит отметить, что от романов здесь и реальная польза есть. Так как если любовь всей вашей жизни ответит взаимностью, то герой получит от нее какой-нибудь полезный бонусный перк. Разрабатывая Baldur's Gate 3, разработчики постарались учесть многое. От богатого окружения и убийства противников ботинками, до широкой системы выстраивания отношений с персонажами. Романы здесь можно крутить как с постоянными спутниками, так и с некоторыми второстепенными персонажами. Впрочем, большую и настоящую любовь удастся построить только с компаньонами. В предыдущих частях серии, которые создавала BioWare, использовалась механика полурандома с бросками кубиков и правильными ответами. Здесь этого нет. Вместо того, чтобы просто сунуть в лицо товарищу тортик или подкупить его каким-то другим очевидным действием, в Baldur's Gate 3 мы должны общаться с спутниками и узнавать, что они ценят, а к чему относятся с неодобрением. А если наш спутник неодобрительно относится к большинству ваших действий, то о романе не может быть и речи. Хаус Пати. Напоследок, у нас симулятор свиданий для взрослых с видом от первого лица и элементами экшена. Здесь мы отправимся на вечеринку с компанией разношерстных девушек, каждую из которых можно будет соблазнить. Но завоевывать внимание женщин тут будет даже сложнее, чем в реальной жизни. У каждой девушки здесь собственная сюжетная линия и за одно прохождение заполучить более одной будет очень сложно. Ведь некоторые сюжетные ветки закрывают доступ к другим, так что присутствует немалая мотивация при пройти игру несколько раз. А на этом наш выпуск подошел к концу. Для вас вещал канал Image Game. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok